Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов, Михаил Ятья, наш незаменимый снегур на большие куршевельские каникулы. И сегодня, Михаил, мы с тобой собрались... Ну, конечно, обсудить мой внешний вид на первом месте. Я уже не знаю, куда эти штуки приделать, чтобы ты сказал, что более-менее нормально. Но это так, шутка, конечно. Ну что, вид как вид, хороший вид. Новогодний такой, чуть-чуть придурковатый. То, что нужно. Да, это как раз, как это назвать-то, чтобы маленько умерить свою гордыню и так далее. Это там очень хорошо. Рожки там такие прорастают большие. И это сегодня вот тему передачи, какую давай обсудим, это тема взросления человека. Но лучше всего это вот рассмотреть, конечно, на ситуации, которую ты наблюдаешь очень-очень близко, очень-очень рядом. Вот я перед тем, как эту тему поднять, на что обратил внимание. Мне попадаются в интернете разные видео записи старых эфиров, где ты, ведущий эфиров, был. Это еще было предыдущее радио. Сегодня я слушал эфир Сведера. И вот слушая такие эфиры, я увидел интересный момент. Насколько сильно ты изменяешься в плане того, что ты лучше начинаешь познавать это, лучше ориентируешься и в этом мире, и в других понятиях, в других миров. И вот интересно было бы послушать, просто этот вопрос уже многократно в той или иной мере задают пользователи сайта и зрители канала Народного Славянского Радио. Как вот ты дошел до жизни такой, если так вот вкратце рассказать, ну или свой жизненный путь? Вот об этом поведай, как сможешь. Жизненный путь. Как-то я Василию, парню Северруси, рассказывал о своем жизненном пути. Повторять не очень хочется. Ну, зачем одно и то же говорить, проще посмотреть эту запись. Да и там, в общем-то, все будет понятно и все рассказано. Здесь, наверное, надо рассмотреть о неком изменении статуса человека. Не с точки зрения крутышки вот этой, а с точки зрения статуса понимания этого мира. То есть, мировоззренческое и мировосприятие. Вот эти вот моменты надо как-то нам поднять и их рассмотрев, дать, может быть, какие-то ориентиры нашим радиослушателям и зрителям. Вот давай отсюда будем отталкиваться. Я не буду рассказывать свою всю историю, где я родился, как я там женился и прочее, прочее, прочее. Это посмотрите в видео парня с севера Руси, Василия. Вот ты, когда смотрел ролики и сравниваешь, что тебя там так резануло по контрасту. Почему тебя это зацепило? В тех роликах ты вот задаешь вопросы, которые на тот момент показывали, что у тебя была не полная картина вот именно о мироустройстве, о понимании процессов вот этого мира, других миров. Вот сегодня я слушал эфир. Там как раз был Калаврат. Ну, это вот его по-другому... Звать ему фамилия Хиневич, Патер Би. Вот он в Омске наставником общины был. И вот там моменты, то есть ты спрашиваешь там, а вот почему называли Карачун, то-се. То есть на предыдущих эфирах видно, что твоего уровня понимания, ну, как сказать, маловато. А чем дальше, тем я больше вижу, какой момент. Видать, или общение с большим количеством разнообразных людей. У тебя вот такая интересная сфера деятельности, где ты именно связываешь большое количество людей и сам являешься этим связующим звеном. А так как тебе постоянно приходится, поддерживая эфир, постоянно быть на связи, постоянно присутствовать в этом разговоре, то получается вот интересный момент. Или у тебя твои внутренние грани начали проявляться, или ты так скомпоновал разнообразный опыт других людей. Но на сегодняшний момент при общении с тобой ты выдаешь, ну, такое, что прям внутри на глубинном уровне отзывается. Твое мнение, вот это все-таки, как назвать, а что проще, то есть как вот людям, то есть как вот им тоже пройти таким вот путем, пусть он там извилистый, не извилистый, и вот то, что ты можешь подсказать. Но основной момент тут, наверное, все-таки я считаю, надо не рассказывать, что там по принципу биографии, родился, женился и так далее. А вот именно, чтобы ты поделился своим опытом духовно-душевного взросления, вот именно своего. И, возможно, этот опыт в той или иной мере поможет другим людям проходить этапы, которые будут происходить в их душе, в их духе. Потому что то понимание, тот уровень осознанности, который присутствует у тебя сейчас, он действительно стал более глубинным, более целостным по сравнению с тем, что было еще несколько лет до этого. Вот поделись, пожалуйста, этапами своего духовно-душевного взросления. Этапами своего становления. Да, у нас все время все разбивается на троих, на троицу, три главы и прочее, прочее, прочее. И в древности было три времени года или лета, как мы уже говорили, по одному из календарей. Потом появились какие-то части лета, уже разделены на четыре, но там опять же по три. И такое же наблюдается в становлении и росте человека. Точно то же самое. Есть определенные этапы развития человека, которые также делятся внутри по три. Я привязываю к шестилетнему циклу. Рождение шесть лет, потом двенадцать, потом восемнадцать. Это первый цикл становления человека как физического весь индивидуума на земле, который себя проявляет в физическом теле на уровне животного начала. Сначала это маленький зверек, который здесь родился, он что-то в этом мире познает, и ему все интересно, папа с мамой для него боги. Потом он переходит на уровень социального взаимодействия с такими же, как он. Это уже зверек среднего уровня, когда он пытается занять свое место в этой жизни. Потом он переходит на уровень зверя, становления такого большого, зверя настоящего. Геофизическое тело все в соку, оно должно быть уже развито к восемнадцати годам. Он должен уже понимать, для чего он здесь, на этой земле живет, и занять уже конкретно свое место с точки зрения своей варности и своего предназначения жизни. Дальше следующий этап – это создание человека, лепка человека, переход от звериного к человеческому. То есть такой люд какой-то непонятный, пока еще формирующийся. Потом такой вот людина. И потом уже человек. Ну, это все, опять же, условно, но примерно на те же самые по шесть лет разбивается. Восемнадцать прибавляем шесть, потом еще шесть, потом еще шесть. Вот к своей вершине человеческой он должен познать все, что связано с человеком здесь, на этом свете. И не только как свое тело человеческое, но и уже взаимодействие с другими людьми на уровне человека. То есть он уже должен иметь свою семью, у него уже должны быть дети. И он уже за это время должен познавать в своих детях все то, что он познавал в себе. И помогать им взращивать себя, достигать уровня людо, уровня человека. То есть пройти все стадии становления звериного царства, звериного понимания и перейти к человеческому. Потом он переходит на уровень мастера. Тот, который уже жрец, который уже ведун, волк и так далее. В зависимости, опять же, от его варновости. Он должен становиться уже учителем. И здесь он то же самое познает в своих внуках, дает им возможность развиваться до уровня человека. В своих детях, которым он должен дать возможность развиться до уровня уже мастера. Жреца, ведуна, волхва или какого-то еще высокоразвитого существа в человеческом теле. И сам он себя уже познает как мастер начальный, мастер среднего уровня и мастер высшего уровня. То есть уже ведун, ведущий человек как минимум. Дальше начинается новый этап становления его, который здесь мы не будем затрагивать, но тоже по такому же принципу. Как мы видим, отчастно к социальному и от социально опять к частному проявлению своих детей, своих внуков. И уже взаимодействия с обществом. Вот если внимательно разобрать это все, то получится, что каждый человек должен пройти определенные стадии. Стадия просто постижения этого мира с точки зрения звериного уровня. Постижение с точки зрения человеков, это уже взаимодействие с людьми, проявление себя. И с точки зрения себя как человека, достигшего уровня мастер. Уровень там более высокий, говорю, пока мы не затрагиваем. Естественно, что здесь, наверное, лучше всего подойдет образ поля. Вот проснулось поле весной, снег растаял. Если оно еще не было засеном, необходимо его подготовить. Люди берут определенные какие-то средства для того, чтобы это поле возделывать. кто-то коняшками, лошадками, кто-то валами, кто-то техникой, прицепив соху, или, может быть, плуг, или, может быть, бороны, а может, и то, и другое, и третье, возделать, культивирует это поле. Потом в него бросают семена, следят за тем, чтобы все прорастало. Потом начинается зрелость, сбор урожая, отделение соломы от зерен, потом обмолачивание зерен и веяния для того, чтобы отделить зерна от плевел, потом уже переработка самих зерен. И деление своим трудом, полученным урожаем, полученными качественными зернами, с кем? С животными, которым отдают эти зерна, чтобы они питались. Какие-то зерна откладывают на посев, самые лучшие выбирают, а какие-то себе в пищу берут. Восстановление человека, мастера, это тот как раз уровень, когда он уже перебрал все, что можно и начинает чем-то делиться. Вот я тому не исключение. Во мне было определенные задатки, которые нужно было во мне, чтобы они развились. С детства я наблюдал, что я чем-то отличаюсь от каких-то других людей. Где-то очень близкие мне были люди, а где-то я видел, что они как-то живут не так, что они делают какие-то вещи, которые я просто не могу делать. Естественно, что меня бросало в одну сторону, в другую. Где-то я свалился к пекельному, к чему-то такому. И во все тяжкие я никогда не кидался. Нет, здесь я не сказать не могу. Я никогда не злоупотреблял чем-то, никогда наркотики какие-то не употреблял. Это понятно. Мне всегда задевали какие-то вопросы справедливости, вопросы, как устроен этот мир, а почему это так, а почему это и так. Меня интересовали искусства различные, меня интересовали какие-то технические моменты, почему вот это так, почему это не сяк. Интересовали, наверное, какие-то вопросы социальные, почему человек очень много работает, почему он себя начинает разрушать. Если освободить человека Что будет дальше Где-то к годам 10 у меня появилось такое представление Что человек много работает И необходимо заменить именно работу Какими-то компьютерными Ну тогда компьютеров не было еще Какими-то роботизированными Роботопонятие уже было Роботизированными существами Которые бы исполняли самую простую работу Чтобы человеку высвободить Для творчества Для радости в жизни Больше времени Чтобы проводили больше с семьей С детьми своими Чтобы занимались искусством Творчеством, созиданием И тогда мне 10-летнему ребенку Вот это в голову Такие мысли, идеи Уже вкрадывались в голову Я искал варианты А как это, что происходит А куда идти, как двигаться Но не было совершенно знаний Эти знания я собирал По крупицам из всяких мест Где-то вдруг попался какой-то журнал Где-то вдруг какая-то книга попалась Хотя не могу сказать, что я взахлеб что-то читал Я очень мало читал Что-то вдруг приходило во снах Что-то вдруг приходило от общения С разными людьми Я теперь понимаю, что эти люди На самом деле были хранителями Которые иногда выходили на связь И просто вот так вот встречались И что-то мне говорили, рассказывали Где-то кто-то по соседству Вдруг произносил какую-то фразу Которая меня наталкивала на какие-то размышления Рассуждения И все это так вот двигалось Двигалось, двигалось, двигалось потихонечку Потом уже когда я сам стал где-то преподавать Мне заинтересовали религиозные вопросы Я заинтересовался А вот что такое религия вообще А что такое Библия Что такое Коран Как они взаимосвязаны между собой Я прочитал это все дело, изучил это Не просто так вот прочитал На полку отложил Нет, я стал изучать Стал какие-то моменты Более скрытые там искать Давать себе, пытаться дать ответы Через эти книги Многое ответов мне не давало Мало того, вводил меня в противоречие Здесь вот на две страницы это написано Здесь в этой странице вот это написано Нестыковка И я все дальше, дальше двигался Какие-то стали появляться люди Которые стали мне уже задавать вопросы И стал передо мной Такой жизненный вопрос А что делать дальше Вот мне задают вопрос А я многого не знаю Да, я чувствую, что что-то не так Я это чувствую А как это все перевести из чувств В состояние Логического объяснения Умственного объяснения Вот сердце вот здесь кипит А я не могу это выжать Как собачка Вот все понимаю Сказать не могу И поэтому дальше и дальше Я стал это что-то изучать Где-то почитав Где-то кого-то послушав Где-то с кем-то встретиться Где-то что-то посмотрев И таким образом Все больше и больше Меня подводило Вот это Мои действия Мои движения Движения вокруг меня Подводили к тому Что оказывается Одной религии-то Ничего не определяется Тем более там слишком много Противоречий И я стал выходить на Какие-то скрытые источники Ну которые не совсем скрытые Которые доступны Но ими никто не интересуется Из моего окружения Никто не интересовался Например Откуда появился санскрит А почему вот В восточных религиях И направлениях Вот там разные боги Их много И они с разной кожей И они занимаются Разными делами Почему В восточных верованиях Это одно В западных Это другое Почему разные народы С разной кожей И так далее И тому подобное Вот это все Оно скапливалось Скапливалось И потом просто прорвало Когда прорывается Открывается Вот этот поток Канал То есть накопленные Вопросы и знания Соединяются вместе И появление новых людей Которые тебе что-то рассказывают Новых источников Интернет того же самого Они дали вот этот самый прорыв И когда я уже стал заниматься радио В первую очередь Ради того Чтобы мне постигать это все И делиться с кем-то Но не самому А через каких-то других людей То в этом случае Тогда пошел процесс От накопления уже Сбора И сортировки Если до этого я просто собирал То здесь уже сбор Обмолот Сортировка И так далее И на самом деле Ты верно заметил Что в те лета Я занимался больше Сбором и сортировкой Пока еще Я старался сам Как можно меньше говорить Я старался задавать вопросы Те, которые волновали и меня И волновали других людей То есть я пытался Не лезть В свои какие-то Глубокие рассуждения Хотя иногда конечно Пробивало меня Я там где-то что-то Начинал рассуждать Но я себя быстро пытался За язык схватить Одернуть И осадить Что еще не время Еще не пришло время Отдачи Еще я не рассортировал Не разложил Не разделил Еще плевна встречаются Еще и бракованные семена Встречаются Которые только в лучшем случае На корм скоту пойдут И поэтому Вот это становление Ты обратила на него Правильное внимание Оно на твоих глазах Можно сказать Происходило Ты можешь посмотреть Видео Аудио И так далее И здесь все очень четко Проявлено Как раз те Этапы становления Которые вот Должны быть И на мой взгляд Не совсем я конечно же Успел вписаться Вот в эту вот Цепочку Шестилетнюю Но местами Где-то С опережением Где-то с опозданием Я в нее все-таки Сумел ввязаться И потом Стали раскрываться Другие планы О которых я даже Когда-то не мог Все представить Стали раскрываться Планы Кто я есть на самом деле Откуда я пришел Для чего я сюда пришел Что я должен делать С кем я должен встречаться Иногда предсказания Меня самого пугали Потому что я говорил Вот это будет так и так И оно Забывало об этом Потом через какое-то время Ну вот об этом же я говорил Оно случилось И то же самое происходит С людьми Которые стали Вместе со мной Общаться У них также стали Открываться Дары предвидения Дары взаимодействия С людьми Они стали Открывать себе Какие-то качества То есть Проект Народного Славянского радио Стал неким таким Стержнем Соединений Людей И проявлению Нех самых лучших Качеств Естественно Что кто-то Не справился С этими Обязательствами Обязанностями Служения Народу Державе Которые на себя Брали Причем это проявлялось Совершенно по-разному У кого-то со здоровьем Вдруг проблемы начались Очень серьезные То есть Он вот хочет Хочет И первый какой-то Удар по здоровью А всегда проверка Она в чем-то выражается Всегда в чем-то В бытовом Там с детьми Со здоровьем И так далее И вместо того Чтобы чуть-чуть Себя пересилить Чуть-чуть пересилить Где-то не хватило веры Что так можно жить Да об этом мы говорили Но как можно Нигде не работая жить Ну как Я сказал Я вот просто ухожу Отовсюду И начинаю так жить Мне сказали Да ты что Алексей Ты с ума что ли сошел А на что ты будешь жить-то Меня до сих пор Люди встречают Спрашивают А на что ты живешь Я говорю Занимаюсь общественной деятельностью Как? Ну у нас же тебе денег не приносит Я говорю Да мне не приносит У меня нет личного счета На который можно Переслать деньги Ну нет у меня Дай карточку свою Я говорю Нет у меня была карточка Она закончилась Больше я не разобновляю Все Я не принимаю деньги На свой счет Я не принимаю Каких-то подаяний На свой счет Мне это нельзя делать Просто элементарно На том уровне Котором сейчас нахожусь Нельзя делать Я не имею права Принять деньги На свой счет Вот в том статусе Котором сейчас я нахожусь Я не имею права Это делать Ко мне продолжат Приставать Дай счет Мы тебе перешлем Мы тебе поможем Говорю Есть желание Помогайте радио Потому что Я и радио Неразделимы Все участники радио Они неразделимы И как только Появляются деньги Я вижу Что мы выполнили Какие-то функции И все в достатке Все оплачено Я стараюсь Эти деньги Распределить Между участниками радио Кому-то помочь Заплатить за квартиру Кому-то помочь Оплатить какую-то поездку Куда-то Например на обучение На что-то еще Кому-то просто Сделать какой-то подарок Это небольшие деньги Это Ну копейки Вообще копейки Кому-то там 5 тысяч Кому-то 10 тысяч Кому-то 15 Это максимум Что мы можем себе позволить Но это То, что вот Я чувствую Что надо людям помогать Хотя сам живу В тех условиях Которые к нам приезжают Смотрят и говорят Ну в общем да У тебя конечно Дом так добротно построен Но это не хорома Это Ты не спишь На подушках Вышитых золотом И туалет у тебя не платиновый И многое видно Что здесь не доделано И забора у тебя вообще Округ дома нет Как ты вообще так живешь У нас Привыкли все люди За так Трехметровыми заборами Жить Отделиться Чтобы никто не смотрел Чтобы сюда никто не заходил У тебя даже забора нет Говорю Так вот живу А почему тогда людям Так вот помогаешь Ты эти деньги Могу себе там Направить Поставить забор Потому что людям Это важнее сейчас Эти деньги получить У них на самом деле Трудная ситуация Они вынуждены Где-то работать И потом они Уставшие приходят После там Приработка И уставшие приходят И начинают что-то делать Так мне лучше Их поддержать Пускай они меньше Приработка берут Пускай они больше Сделают здесь Люди некоторые Не понимают Ну как Как Ты мог бы вот так вот Щелкать Тебе бы сразу Миллионы потекли Я говорю Да я знаю Как управлять деньгами Да я знаю Что такое щелкать Что такое там Миллионы на твоем счету Это все просто делается Тем более Что сейчас При смене Реалий Вообще Деньги бесхозные Ими можно управлять Направо и налево Но это не Не моя функция Я этим не должен заниматься Я могу только сделать так Чтобы люди Начинали понимать Кто они И чтобы деньги К ним как инструментарии Шли Чтобы это был Не культ денег Не сама Зависимость от денег Зависимость от того Есть в кошельке Что-то и нет А чтобы брать Необходимые Инструменты Для того Чтобы что-то делать Вот это я могу Помогать людям Постигать Осознавать И так далее Но сам к деньгам Я притрагиваться Больше не буду Ну на каком-то и так Может в дальнейшем буду Не знаю Все эти эксперименты С тем что вдруг Появлялись большие деньги Я уже проводил Как и эксперименты С погодой Я проводил Управление Стихиями Тоже все воспроизводил Но я эти все Обязанности Функции снял с себя И больше от них Не лезу Потому что это все Пройдено Я во всем этом убедился Я знал Что это все работает Действует И стараюсь Больше не лезть То же самое Как и в лечении людей Я занимался Лечением людей Так чтобы на расстоянии А потом понял Нет Это все Это пройденный этап Я закрыл Все эти качества В себе Я больше не лезу Если вдруг Что-то пробивается Я стараюсь это убрать Потому что Чтобы не было искушения Не было желания Кому-то причинять добра Человек только сам Может что-то В этой жизни сделать Сам рождается Сам умирает И сам проходит тот путь Я могу только подсказать Помочь его И его осознать И не более того И сейчас Я стараюсь Не лезть Что там у тебя За спиной Какие рода у тебя Какие духи С тобой общаются Какой у тебя Родовой поток Родовая нить Какие там у тебя Обязанности Хотя вижу часто Но я пытаюсь Себе это закрывать Потому что Тем самым Я если начинаю Так делать Говорить Убирая лярвы Убирая какие-то сущности Изгоняя Там бесов Или прочее Я нарушаю То естество Которое Человек и есть Моя задача Открыть ему глаза Помочь Раскрыть что-то Но не самому Убирать Вот Поэтому И началось Такое Долгое Долгое Становление Подход К тем Пониманиям Естества Которое Пустой Пустой Войны Войны Не спасут Борьба За это Спасет Одно Осознание Этого мира Ведание Этого мира Переход На исконный Верный Уровень Бытия Который Даст нам Всем Возможность Счастливо Жить Себя Развивать Взращивать Свой Дух Взращивать Свою Душу Становясь Крепче И сильнее И переходить В состояние Аза На земле То есть На четвертый Уровень Про который Я сейчас Пока Не говорил Вот только Через это Можно Все В этом мире Постигать И познавать И Не просто Быть добренькими Сидеть Как эти Движения Цветов Кипи Которые называли Сидеть Петь под гитарой Всех любить Направо и налево Не только душой Но и телом Курить марихуану Колоться наркотиками Миру мир А всему остальному Понятно что Где эти хиппи Где эти Так называемые Любвеобильные Товарищи Ну да Я встречаю еще Странно одетых Иногда бабушек И дедушек Которые продолжают Хипповать Но это Жалкое зрелище Они не умерли Молодыми По большому Сожалению Для них И они продолжают Такие вот Ходить полуумными Существами И это хиппи Оно продолжает Вливаться В нашу жизнь В виде В виде Различных Течений Которые Уводят Человек От естества От мирознания От мировоззрения Правильного Куда-то все время Вбрасывают Кого-то там В партии Вбрасывают Кого-то В какие-то там Еще Движения Непонятные Это все Вот В сторону Любовь Уже много раз Говорилось Это не осипуси Под луной Это не собачки Под забором Это То Что единственный Человек Может проявлять В этой жизни Но Любовь бывает Жесткая Любовью можно Убить Если так Необходимо Любовью можно Воскресить Любовью можно Поддержать Развить Взрастить Любовь Это Всецелое Мироздание И нельзя Говорить Только о том Что любовь Это только Один свет Который Вот Вот Бей меня Я тебя люблю Да нет Это не любовь Это глупость Любовь Она выходит За рамки Естества Человека Проявленные В этом нашем Обществе На этой земле Любовь Она более широка Она затрагивает И Нашу Солнечную Систему И нашу Галактику И нашу Вселенную Потому что Это намного Шире Намного Понять Здесь есть И сила Здесь есть И ласка Здесь есть И огонь Здесь есть И страсть Здесь есть И нежность Все здесь Есть Поэтому Управление И знание Любви Возможно Только тогда Когда человек Достигает Определенного Уровня Хотя бы Мировоззрения Миропонимания И для него Все переходит В другой Уровень Бытия И он По-другому Начинает Жить Дышать Его больше не Интересуют Какие-то Мелочные дела Он Открылся Понял Кто он И он Начинает Просто Служить Самому Себе Служить Самому Себе Тому Кто он Есть На самом деле Откуда Он Сюда Призван Откуда Он Сюда Пришел Это Часть Бытия Всемирного Вселенского Это Как раз Становление Азом И вот Тогда Уже Все остальное Отваливается И ты Начинаешь Смотреть На мир По-другому Нет Ты не превращайся В какого-то там Шизанутого Товарища Который Всему Рад Нет Ты Осознанно Понимаешь Кто перед Тобой Почему он Так Говорит На каком Уровне Бытия Он Находится Какой На данный Момент Вар Новости Причем Не просто В самой Вар На какой Градации Вар На Находится Что Для Него Лучше Что Для Него Приемлемо И ты Помогаешь Этому Человеку Что-либо Познать Одним Словом Каким-то Может быть Образованием Поле Такого Силового Может быть Полем Любви Может быть Наоборот Где-то Остановить Его Жестким Каким-то Воздействием Но Не Ты Не запрещаешь Человеку Что-либо Делать Ты Помогаешь Ему Осознанно Понять Что-либо В этом Мире Вот Этот Уровень Близкий К Состоянию Аза Который Я Желаю Всем Познать И в котором Я желаю Всем Находиться Благодарю Тебе Алексея За откровенность И благодарю Богам Нашим Светлым И Великом Мудрым Предкам За то Что Эта Беседа Состоялась Благодарю Михаил В заключение Скажу В каждом Из вас Есть И то Что называется Демоническим То есть Отпекельного Это где Все клокочет Где все Движется К этому Наше Физическое Тело Пристроено Приспособлено И да В общем-то Оно оттуда Подпитывается Создается И Страсти Ноги Как раз Оттуда Идут И есть Божественное То что Создавало Проект Для становления Этого тела Божественно Оно проявлено И в тех Кто создавался Здесь на земле И создавался На других землях Потом сюда Был переброшен Для каких-то Определенных Миссий Для Каких-то Может быть Определенных Дел Которые Многим Не нравятся Есть тела Которые Непосредственно Трансформировались Из божественных Тел И которые Сюда Прибыли Уже в том виде Как они есть С небольшими Потом доделками Здесь Для того Чтобы адаптироваться К этой самой Земле Есть То что Так называемое Эволюционное Развитие Где Большая Лаборатория Помогала Существам Приспособиться Из разных Миров Приспособиться К этому Миру И тут были же И человекообразные Существа Различные В том числе До вполне Похожих На современного Человека Которые Практически Ничем От него Не отличались Кроме Там Определенных Особенностей Которых Сейчас Трогать Не будем Которых Невозможно Было Что-либо Вселить Такое Вот Что Нужно Для Аза Ну Такие Тоже Здесь Остались Существовать Есть Гибриды Гибриды Между Инопланетными Формами Жизними Земной Формой Жизнию Теми Кто Является Наследниками Великомудрых Предков То есть Прибывших Сюда Немножко Здесь Свои тела Адаптировавших Очень много Форм жизни Здесь Поэтому Всех Надо Понимать И всех Надо Принимать Если Это допущено Нашими Великомудрыми Предками Которые Сейчас На уровне Богов Находятся Институциями Божественными Которые Там Под разными Именами Существуют Которые Проектируют И которые Здесь Что-либо Создают При помощи Вот этих Клокочущих Сил Страстей Значит Это для чего Это нужно Наша задача Не отвергая Познать себя Познать Для чего Другие Здесь Силы И инстанции Находятся Как с ними Взаимодействовать И переходя На уровень Аза Уже Подчинять Себе Не давить А подчинять Подчину Чин Это действие Дело Подчинять Себе Тех Кто ждет Когда вы Как ведущий Человек Наконец-то Начнете с ними Взаимодействовать Так как Обязаны Взаимодействовать Потому что Пекельные Демонические Структуры Если они Находятся Без Подчинения Они Сами Пытаются Выживать И выживают Так как им Кто-то там На душу Чего-то Положит Не всегда Бог Положит На душу Они Выживают Мозг Просто как Включает Программу Выживания И тела Начинают Выживать То есть Они хватаются За то что Движется Блестящее То что Вкусное Себя Иногда Загоняют В гроб Раньше Времени Но уж Извините Если Нет царя В голове Нет хозяина То тело Само Начинает Выживать Как В программе Выживания Написано Программа Сама Хорошая Но это Программа Автономного Небольшого Пути Действия То же самое Как самолет Взлетает Набрал Определенный Уровень Высоты В эшелон Встал И после этого Можно переходить На автопилот Чик-чик-чик-чик-чик Все Стюардессы Ходят По салону Как Командир Там может Глазок закрыть Прикернуть Помощник следит Штурман следит Там за тем Что происходит Что прибор Не отказывали Подлетели к месту Выключаем Из автопилота По прибору Нам показывают Что как делать А после этого Аккуратненько сажаем Даже плохую погоду При этом не разбиваемся Вот человек Это такой же Такой же самолет Очень умный Который может Вас Доставить Нужную точку Который может Вас поднять На нужную высоту Который может Вам показать Высоты различные Что как устроено Но если вы Постоянно Включили автопилота Сами спите И не обращайте Внимания То тогда Самолет полетит Вдруг не с Барнаула В Москву А куда-нибудь Там на Ямайку Или еще куда-нибудь С другими самолетами Начнут соревноваться Они начнут Там всякие кренделя В воздухе Выделать Кто круче У кого там Двигатель покруче У кого крыло поширше Кто поскоростнее И так далее Но в конечном итоге Вы потом будете Осознавать Что ваши тела разбиты Что что-то происходит Не то на земле Вдруг появилась Какая-то группировка Самолетов военных Например Которые Всем другим миром Управляют Или какие-то Самолеты Сейфы Которые Вдруг Все взяли И начинают Вас Порабощать Все это Очень интересно Но еще раз Это не плохо Не хорошо Это есть Вопрос заключается Следующим А вы кто В этом мире Вы что делаете Вы тот летчик Который отдал штурвал Кому-то непонятному Который переключил В формат Автоуправления Автопилота И потом хочет получить Какой-то хороший результат Или все-таки Вы здравомыслящий человек Который управляет Этим самолетом И автопилоту Позволяет управлять Только там Когда это необходимо Для того чтобы сделать Какие-то более важные дела Задавать себе вопрос Кто вы в этом мире Для чего вы пришли В этот мир И тогда мир будет Тем самым Миром В котором живут Мыслящие Здравомыслящие Глубокомыслящие Существа На уровне Азов Которые понимают Кто они Для чего они И понимают Что будет дальше Но сильно с вами прощаюсь Желаю всего самого доброго С вами был Народное славянское радио Алексей Ров Михаил Ять Всем низкий поклон За участие Пишите свои письма Будем рассматривать Новые темы И думать о том А как же жить дальше Что и как делать Желаю всем добра До новых встреч Увидимся И услышимся Быть добру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин